Добрый день, ребята! Сегодня мы с вами поговорим о том, как современные технологии незаметно входят в нашу жизнь и помогают нам на производстве и повседневной жизни. В настоящее время трудно кратко сформулировать название прошедшего столетия – век атомной энергии, век электроники, век компьютеров. Впрочем, он может быть назван веком новых технологий и материалов, которые полностью преобразили всю сферу деятельности человека – состояние промышленности, сельского хозяйства, быта, медицины и здравоохранения. Будущее – странная вещь. Проходит 10 лет, и вы вроде в будущем, но как оно приходит, заметить трудно. Оглянитесь на 10 лет назад. Тогда вы и подумать не могли, что не сможете жить без интернета и смартфона в кармане. Что ждет на следующем десятилетии, столетии, тысячелетии? Будущее – настолько странная вещь, что вы можете бесконечное количество раз пытаться угадать, что будет через 10 лет, и в чем-то окажетесь правы. В современных технологиях и устройствах. 3D-принтер. Устройства для объемной печати появились в продаже относительно недавно, что многие уже говорят о революции на рынке средств производства. В недалеком будущем каждый человек сможет позволить себе купить универсальную фабрику в коробке, чтобы самому себе делать разнообразные мелочи и предметы обихода. 3D-принтером пророчат огромное будущее. Это бесповоротно заменит такие сферы жизни, как промышленность, изготовление деталей, биомедицина, выращивание органов, производство потребительских товаров и строительство. Строительный 3D-принтер. В начале 2000-х годов сразу несколько независимых друг от друга групп ученых начали исследования в области применения технологии 3D-печати в строительстве. Российский инженер Никита Чень Юн Тай спроектировал новую модификацию 3D-принтера, который позволит быстро возводить здание. Устройство получило название APIS Core. 3D-принтер может установить на любой площадке без предварительной подготовки. Процесс запуска занимает всего полчаса. APIS Core умеет печатать в двух плоскостях. Это позволяет одновременно производить пол, стены и потолок. Поворотная головка дает возможность создавать наклонные плоскости. Для этого достаточно поместить устройство под нужным углом к поверхности земли. С одной точки 5-метровый 3D-принтер может производить жилье в радиусе 192 метров вокруг себя. Высота печати не ограничена. 3D-система строительства позволяет возводить стены любых сложностей, как прямые, так и согнутые. Благодаря высоте кранов можно возводить дом до 6 метров. Иными словами, дом с двумя этажами. А сама скорость возведения заставляет действительно удивляться. Так как, например, дом площадью 700 квадратных метров возводится всего лишь за 24 часа. Так что строительные 3D-принтеры – это будущее рынка недвижимости. Применять строительные 3D-принтеры возможно в широких кругах от жилых строений для малообеспеченных семей до коммерческих строений. Также это позволит возводить здания в местах стихийных бедствий. Учитывая то, что в этой технологии минимум использования человеческого труда, этим проектом заинтересовалась НАСА и стала его личным спонсором, так как это позволит производить строительство вне зоны Земли. Металлургии. Теперь давайте поговорим о новых технологиях, которые применяются в металлургической промышленности. Новые экологически чистые методы добычи металлов – геодобыча, гидродобыча. В настоящее время одним из современных металлургических методов является плазменная металлургия, извлечение из рут, выплавка и обработка металлов из плавов под воздействием плазмы. Плазма – это ионизированный газ, одно из четырех классических агрегатных состояний вещества. Переработка рут осуществляется путем их термического разложения в плазмы. Плазменная металлургия позволяет производить прямое восстановление металла из руды, значительно ускорять металлургические процессы, получить чистые материалы, снизить расход топлива. В настоящее время акцент сделан на электростолеплавильное производство. Преимущество беспламенной металлургии, электрометаллургии, заключается в том, что нет процесса сжигания топлива. Улучшается экологическая характеристика процесса. Но при этом есть и отрицательный момент – потребляется большое количество электроэнергии. На слайде номер 5 вы видите дуговую сталиплавильную печь. Принципиально иным способом производства сплавов на основе черных металлов является порошковая металлургия. Порошковая металлургия основана на применении порошков металлов с размерами частиц от 0,1 микрона до 0,5 мм, которые сначала спрессовывают, а затем спекают. Это хорошо забытое старое, потому что порошковая металлургия существовала в Египте в 3 веке до н.э. Древние инки из драгоценных металлических порошков делали украшения и другие артефакты. Преимущества. Применяется как экономически выгодно в массовом производстве. Технология позволяет получить высокоточные изделия. Также применяется для достижения особых свойств, которые невозможно получить каким-либо другим методом. Нет отходов. Благодаря структурным особенностям продукты порошковой металлургии более термостойки. Лучше переносят циклические перебаты температуры, напряжения и деформации, а также радиоактивного излучения. Недостатки. Равнительно высокая стоимость металлических порошков. Необходимость спекания в защитной атмосфере, что также увеличивает себестоимость изделий порошковой металлургии. Невозможность изготовления в некоторых случаях заготовок больших размеров. Необходимость использования чистых исходных порошков для получения чистых металлов. А теперь обратимся к современным технологиям в области машиностроения. Тяжелое машиностроение, энергоблоки России, самые конкурентоспособные, их закупает весь мир. Что касается автомобильного машиностроения, надо сказать, что перспективным является электромобиль. Электромобиль. Автомобиль, приводимый в движение одним или несколькими электродвигателями с питанием от автономного источника электроэнергии, аккумуляторов, топливных элементов. А не двигателем внутреннего сгорания. Электромобиль появился даже раньше, чем двигатель внутреннего сгорания. Первый электромобиль в виде тележки с электромотором был создан в 1841 году. Суммарная мощность автомобиля составляла всего 4 лошадиные силы. На слайде номер 6 показан современный электромобиль. Прототип Элика, Япония. Мощность 640 лошадиных сил. Он может развить скорость до 370 км в час. У электромобилей появляется все больше шансов полностью заменить своих собратьев в бензиновые автомобили. В этом нет ничего удивительного, ведь положительные стороны электрических новинок налицо. Большинство деталей, необходимых для обычной машины, теряют свой смысл. Соответственно, упрощается уход и уменьшается трата средств. Изобретая самый лучший электромобиль, человечество, борясь за чистоту планеты, действительно совмещает удобство личного пользования со свежестью воздуха, не причиняя никому вреда. Нельзя не добавить, что их уровень шума весьма низок. При этом затраты на электроэнергию значительно ниже, чем на бензин. Правда, есть и недостатки. Низкие температуры влияют на работу аккумулятора. Он разряжается, либо не выдает энергию должным образом. Разряд аккумулятора наступает гораздо раньше, то есть максимальный пробег будет меньше, чем при эксплуатации бака с топливом. Аккумуляторные батареи занимают много места, и их необходимо менять каждые 2-3 года. Не везде можно насладиться поездкой в электромобиле. Для заснеженных стран такие модели не подходят. Еще один неудобный момент – багрев салона. В обычной машине тепло исходит от нагретого двигателя. В случае с электромобилем нужна дополнительная энергия. На слайде номер 7 показан скоростной поезд. Скоростной поезд – это поезд, следующий со скоростью, превышающий среднюю скорость железнодорожного сообщения на данных железных дорогах. В России скоростными принято считать поезда, идущие со скоростями 140 км в час и выше. Поезда, идущие со скоростями 200 км в час и выше, именуются высокоскоростными. Согласно планам РЖД между Москвой и Санкт-Петербургом, будет действовать новая высокоскоростная железнодорожная линия, позволяющая достигать скорость поезда до 400 км в час. Время в пути составит 2,5 часа. Большое значение в процессе производства имеет автоматизация, в том числе и создание автоматических устройств. В качестве примера на слайде номер 8 показан беспилотник. Он обладает уникальными возможностями для патрулирования государственных границ, в том числе в условиях чрезвычайных ситуаций, и способен непрерывно находиться в воздухе до 7 часов. Продвинутая машина практически незаметна в воздухе и еле слышна. Производителям также удалось добиться возможности запуска и посадки беспилотного самолета на неподготовленной местности. Разработчики облегчили управление. Оператор больше не должен постоянно корректировать положение камеры для эффективного отслеживания цели. Умная система управления аппаратом делает это автоматически. Сирия – один из примеров использования беспилотников. Например, робот разминирует Пальмиру. Роботизация автомобильной техники не за горами. Один из значимых проектов России – запуск беспилотных грузовиков предприятия КАМАЗ. Первый беспилотник КАМАЗа был представлен специалистам и журналистам еще в 2016 году. В 2019 году КАМАЗ запатентовал грузовик без кабины с беспилотным управлением. На сегодня КАМСкое предприятие разработало три вида беспилотников, в том числе шаттл, электробус. В будущем автомобили на самоуправление придут на смену современной техники. Ну а пока что это еще новинка и опытные образцы для будущего автомобильного рынка. КАМАЗ – беспилотник сможет быть самостоятельным участником движения, замечать ямы и выбоины на дороге, видеть другой транспорт и пешеходов, отслеживать препятствия и дорожные объекты. Брузовик с автопилотом сможет двигаться при отсутствии разметки в условиях бездорожья в черте города, сможет анализировать сигналы светофоров и дорожные знаки. Но самое главное – беспилотник будет принимать решения о маршруте движения, автоматически определять степень безопасности маневра и предупреждать ДТП. Считывать информацию об окружении автопилот будет с помощью видеокамер и радаров. Роботизация автотранспорта несет, по мнению экспертов, множество преимуществ в будущем. Минобороны заинтересованы в отсутствии человеческих потерь во время боевых действий. Для добывающих компаний важно исключить людей из процесса добычи полезных ископаемых в особо тяжелых условиях труда. Пожарные спасатели МЧС также заинтересованы в беспилотных машинах для работы в опасных районах. Машиностроение относится к отрасли тяжелой промышленности и производит автомобили, оборудование, приборы, предметы быта и продуктивно-военного назначения. Машиностроительные предприятия требуют непрерывного и точного производства, что не всегда достижимо для людей. Поэтому множество физически трудной и монотонной работы на заводах выполняют автоматизированные устройства. В основном на машиностроительных заводах используются такие автоматизированные механизмы, как манипуляторы. Манипуляторы для сварки широкого применения приобрели в конце 20 века в США и Японии. Сварочный робот представляет собой устройство с механической рукой, которое является основным рабочим органом при автоматической сварке. Рабочий инструмент манипулятора может быть каким угодно, но обычно он представляет собой приспособление для захвата либо измерительного устройства. Последнее необходимо для замера размеров поступившей детали для дальнейшей ее сортировки. Мы с вами определились, что будущее за роботами, которые могут помогать нам в разных областях нашей жизни. Недаром в настоящее время уделяется большое внимание знакомству с робототехникой, со школьной семьи. Поэтому у нас проводятся различные конкурсы, конкурсы фестиваля по робототехнике, в которых принимают участие школьники и студенты. На слайде вы можете увидеть выставку роботов, которые собрали наши студенты. Много инновационных разработок связано с добычей нефти. Вы знаете, что строятся нефтедобывающие установки в Арктике, прокладывается трубопровод «Северный поток». А на слайде вы видите нефтяную платформу, с помощью которой добывается нефть непосредственно в море. Но большое внимание в настоящее время уделяется экологической чистоте природной среды. В связи с этим ученые все больше склоняются к использованию альтернативной энергии. Это солнечная, ветряная, термальная, энергия приливов и отливов, волновая энергия, энергия малых рек. Геотермальная энергетика. Направление энергетики основанное на производстве тепловой и электрической энергии за счет энергии, содержащейся в недрах Земли на геотермальных станциях. В вулканических районах киркулирующая вода прогревается выше температуры кипения на относительно небольших глубинах и по трещинам поднимается к поверхности, иногда проявляя себя в виде гейзеров. Доступ к подземным теплым водам возможен при помощи глубинного бурения скважин. Но все-таки самыми перспективными в настоящее время считаются нанотехнологии. Что же такое нанотехнологии? Что такое нано? В переводе с греческого слово нано означает карлик. Один нанометр – это одна миллиардная часть метра. Нанометр очень и очень мал. Нанометр во столько же раз меньше одного метра, во сколько толщина пальца меньше диаметр Земли. Нанотехнологии уже реально существуют, и в этой области ученые многих стран сейчас упорно соревнуются друг с другом. Можно не сомневаться, что в 21 веке нанотехнологии будут оказывать все большее возрастающее воздействие на экономическую и социальную жизнь всего человечества. На данном слайде вы можете увидеть, как появляются и развиваются различные отрасли промышленности, то есть хронологию развития революционных технологий. Посмотрите внимательно на очередность появления новых технологий. Сейчас у нас век нанотехнологий, век, когда маленькие частички могут творить великие дела. На слайде номер 14, слева направо в порядке роста размеров, показаны самые разные объекты от атома до солнечной системы. Человек уже научился извлекать выгоды из объектов самых разных размеров. С объектами, имеющими размер от 0,1 нанометра до 100 нанометров, и предстоит работать с нанотехнологиями. Здесь красным цветом выделено место нанотехнологии среди остальных отраслей знаний на логарифмической шкале размеров. Думаю, вам интересно будет увидеть нанотелефоны на слайде номер 15. Компания Nokia совместно с Cambridge Team университетом разработала концептуальный телефон на основе нанотехнологий. Телефон Morpk может гнуться, принимать различную форму, также изменять размер, отличаясь функциональностью, недоступной современным телефонам. На телефоне не остается никаких следов от пальцев, его поверхность всегда остается чистой. Аппарат можно растянуть, и тогда он превратится в отличное средство для просмотра видео, веб-серфинга и набора текстовых сообщений. Затем телефон можно сложить в обыкновенный моноблок, в случае необходимости обернуть вокруг запястья. Интегрированные устройства солнечные элементы обеспечивают питание, а датчики собирают информацию об окружающей среде. Большое значение придается нанотехнологиям в процессе лечения раковых заболеваний. Так, на слайде номер 16 показана одна из структур наночастиц, дендример, с помощью которых можно доставить лекарства к раковым клеткам. А на этом слайде вы видите нанокомпозиты, которые применяются в медицине и которые изготовлены из наноматериалов. Вот мы с вами и познакомились с некоторыми инновационными технологиями, применяемыми в настоящее время. Благодарю за внимание. Благодарю за внимание. Благодарю за внимание. Благодарю за внимание. Благодарю за внимание.